лазари короче как и обещал в той серии мы с вами сегодня будем покупать нам тачку я в общем уже рано утром встал сегодня дам и поехал на авторынок в общем вот у нас авторынок тут у нас два мустанга два мозга общем там какой-то седан стоит но и вон еще мустан в конце так есть еще один красному станки вы просто еще не поставили вот только привезли на эвакуаторе ну поставить так но я в принципе не хочу как-то внедорожник потому что он сильно жрать будет там полный привод потом еще сломается чем не кажется нам нужен но моцик как-то тоже не очень я думаю может посмотреть что-то мустанг или ну вот эту тачку купешку кстати прикольно это чё у нас toyota не знаю чуть такое ну вот есть еще мустанг черные да вот этот как на таких разворот как-то разварках стоит такой в общем прикольно прикольно так чё у нас по салончику тут у нас но обычный такой мустанговский салон так а в той тачке у нас что тут у нас но здесь не здесь прикольный тут больше как-то функции эта тачка даже новее вроде как я вижу так но диски тут ну на мустанге мне кажется получше диски хотя для этой тачки идут больше вот эти но я даже не знаю но можно еще конечно посмотреть зеленый мустанг но зеленый это как-то будет мне кажется слишком ну нет черный вообще имбовый стрите у них у всех такие развалы сзади небольшие так ну моцаки это чё у нас suzuki вроде моцик не на моцик я пока не хочу ну конечно можно еще кадиллак посмотреть тут видите тут деревянный уже салон идет но это дорогая машина в принципе ну ладно я сейчас короче тогда спрошу еще уточняться вернулся спросил владельца про цены мустанг у нас самый дешевый идет он идет у нас за 25 тысяч долларов это неполная комплектация но мне про черный спрашивал зеленый будет там комплектация чуть получше но не как-то мустанг не хочется вот это у нас стоит это у нас кстати не toyota subaru brz купешка у нас тут ну она больше для ралли такая то есть у нас будет тачка не только для гоночек там еще и по сельской местности ну и самый дорогой здесь кадиллак у нас их два тут с деревянным салоном 60 тысяч долларов и видно у меня есть в принципе эти деньги но так как я мне кажется кадиллак как-то не очень хочу все-таки ну как-то не очень более тем более это не самая новая машина и диски тут еще менять и мне кажется я наверно куплю сегодня subaru еще выше сорт нам погонять поездить по сельской местности не такая уж она и низкая очень ряд пойду я тогда оплачу покупку заберу документы там оформлю так ребят ночью я заехал тут на заправочку пока заправлюсь тут бензина залью в общем ребят subaru вообще четко кстати заметил что у ней сзади только одна турбина но она очень мощная ребят сейчас мы на ней по наваливаем только на заправиться бак тут объемом кстати 60 литров 95 бензином короче 98 был слишком дорогой решил сэкономить машины и так не дешевая в общем сейчас я не знаю давайте сейчас тогда сидеть сюда спустимся и погоняем на ничего ли так здесь кстати одна турбина да но я уже говорил на общем так жмем так ну и чая мне рассказать а я купил мне на такую небольшую маленькую машину шустру потому что ну я один как бы живу и мне не надо там например машина там универсал как аудио 6 например есть да она там четырехдверная но это пятидверная но мне такие не нужны короче длинные седаны купешка вот как subaru мне очень нравится она тем более мощная быстро и небольшая при парковке вообще будет четко парковаться тоже не будет проблем с парковкой в общем так ну чё не знаю давайте тогда здесь день сейчас заедем так опа опа чирик капец ну тормоза норм тормоза норм так сейчас давайте по шашку им вот так блин ну чё-то она ленивая но мне кажется надо ее чипануть а потом уже будет норм гонять так давайте сейчас сюда выйдем по борому на сельскую местность но на траву чем позорим как она в дрифте давайте сначала прокрутим так у нее задний привет надо мне говорили в принципе на так блин главное туда не съехать капец первый же день машину топить не хочется так но и вообще топить и не хочу как бы так я врубил фара потому что уже это ну время уже зашкаливает так ничего нелегально пробрались в аэропорт давайте здесь поднажмем этим уже 120 где-то на так ну вроде норм валит сейчас давайте тормоза проверим рискуем так тормоза но можно даже было не поворачивать но мне как-то я подстраховался и повернул немножко так ну чего здесь такие какие-то у них ямки недостроена чё и рели давайте сюда заедем сейчас позорим как подвеска отрабатывает так чертым заезжаем тихонечко вот так так ну чё спереди как ну вроде норм на не слишком занижена мне это нравится и тем более ведь она проезжает даже не задевает бампером но бордюр так и здесь надо аккуратненько проехать она задел так здесь у нас чё если вот такая такое испытание если канате от копов удирать то еще норм вот так ездить по газонам там придется по дворам уезжать в общем вот такая прикольная машинка у нас сегодня мы купили она вообще валит надеюсь следующий серии может еще больше погоняем капец блин чуть не утопил вообще жестко ладно ребята такая серия все не получилось с вами был как всегда лазер всем дождь ребят всем пока пока